После страшной аварии с участием двух пассажирских автобусов, инспекторы ГИБДД установили негласное наблюдение за водителями общественного транспорта в Екатеринбурге. Выяснилось, что пассажиры нередко рискуют жизнью. С подробностями Павел Чемаков. Автобус 052 маршрута под наблюдением. В первые 5 минут слежки инспекторы фиксируют нарушение. Ленина 25-14-32 начал движение от остановки с открытыми дверями. Именно открытые двери не раз становились причиной ЧП. Вот так же автобус следует по дороге. Водитель забыл закрыть двери. Мужчина падает прямо под колеса проезжающего мимо автомобиля. А инспекторы ГИБДД продолжают негласное наблюдение за все тем же водителем 052 маршрута. Еще остановка и новое нарушение. Высадили пассажиров, с открытыми дверями поехали на остановочный комплекс. Указатель поворота не включили. За время следования по 052 маршруту инспекторы зафиксировали, внимание, почти два десятка нарушений водителям автобуса. Знали ли люди, которых он вез, что сейчас они пережили одну из самых экстремальных поездок в своей жизни? Вряд ли. Нарушителя же теперь ждет крупный штраф. Ну а пассажирам, можно сказать, крупно повезло, что они благополучно добрались до места назначения. На конечной остановке, когда инспекторы уже заполняют протокол на водителя, выясняется, за рулем он больше двух десятков лет. На вопрос, почему нарушает, отвечает уклончиво. Ну это повороты в основном, вот эти поворотники, которые я включаю постоянно. То есть задумались, да, как-то на автомате все произошло? Да, может так, поворот. Ну скажите, а вам сейчас вот будут выписаны штрафы, какие-то выводы, сделайте это? Ну понятно, я думаю. Видимо, только потеряв в зарплате пилот автобуса, сделает для себя выводы. А это уже другой водитель. За ним тоже была установлена негласная слежка. Аккуратностью на дороге и он похвастаться не может. Значит, смотрите, Анатолий Петрович, мы за вами провели негласную проверку с использованием средств фото-видео фиксации. Вы совершили 8 нарушений правил дорожного движения. Пассажиры, как и инспекторы, тоже замечают массу нарушений. По мобильному разговаривают телефоны, часто. Вас это устраивает? Нет, не устраивает. Все время делают замечания пассажиры. Мне неоднократно приходилось ругаться с водителями, потому что они превышают скорость, когда очень много сидит детей, беременные женщины сидят. Выйти в негласный рейд полицейских заставила страшная авария. Накануне в центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса, пострадали 4 человека. Видимо, только регулярные проверки заставят владельцев автопредприятий задуматься, кого они принимают на работу. Павел Чумаков, Михаил Медведев. События ОТВ.